Севастопольский городской гуманитарный университет отпраздновал 10-ю годовщину с момента создания. Однако его студенты уверены, история становления учебного заведения насчитывает гораздо больше лет. История становления нашего вуза имеет 70-летнюю историю. И всё начиналось именно с остановления методической службы в городе Севастополь. Лариса Малыш 15 лет работает воспитателем. Несмотря на продолжительный трудовой стаж, считает, учиться никогда не поздно. Потребность в повышении квалификации, потому что время не стоит на месте. И прежде всего нужно заниматься самообразованием. А наш вуз севастопольский даёт достаточно большой, полный и очень хорошую базу данных, знаний. СГГУ является уникальным вузом, говорят преподаватели. Учебное заведение финансируется городским советом и готовит специалистов ровно столько, сколько необходимо Севастополю. Мы чётко проводим мониторинг потребностей педагогических кадров города и знаем, какое количество педагогов необходимо ежегодно для пополнения учебных заведений дошкольных и школ нашего города, интернатных учебных заведений специалистами. Поэтому наши специалисты 100% трудоустроены. Наши специалисты постоянно с нами взаимодействуют после завершения своей учёбы. Мы отслеживаем их карьерный рост. Мы можем помогать им в случае необходимости и можем прийти к ним студентами для того, чтобы продемонстрировать, каким образом следует организовывать рациональную, современную педагогическую деятельность. Помимо лекций в аудиториях студенты из ГГУ получают знания и на внеклассных занятиях. Это не только изучение литературы, но и участие в творческих кружках. У нас есть творческие люди, которые занимаются танцами и пениями, участвуют в различного рода городских ансамблях, занимаются игрой на саксофоне, ходят на ходулях, занимаются восточными танцами и многими другими удивительными вещами. Что, несомненно, придёт затем с ними вместе в школу и детские сады, и наши дети тоже будут развиваться в этом творческом направлении. Тесное сотрудничество с другими учебными заведениями делает СГГУ одним из прогрессивных вузов города. Дмитрий Слизовский, Катерина Долгополова, программа «Наше время».